Ну, заканчивается наша сегодняшняя смена. 8 ноября на календаре. Продолжаем отмечать наш день рождения, пока он первый. Ровно год назад появились мы в эфире. Ну и мы рады этому факту. Что ж, надеюсь, что вы также с удовольствием проводите утро вместе с нами. Саша Смолина, Денис Глушенко. Какие рыбы на легендарном. До завтра. Пока. Пока-пока. Эти люди могут говорить без устали часами. Они желают нам доброго утра и не дают заскучать в дороге. И в оси на легендарном радио Ви-Би-Си отмечают свой первый день рождения. Неожиданно клевый получился вариант утреннего шоу. Мы развиваемся, совершенствуемся. Мы придумываем всякий раз, что это новое. Спасибо за это отдельно Денису Анатольевичу. Он у нас креатор. Я в основном направляю. Я даю ценные указания, а он их воплощает. Поэтому мы команда. Для итоги года впечатляют. Мы растем, развиваемся. Мне кажется, что жители Владивостока и Южного Приморья постепенно включаются в эту волну и в осей. И им хорошо. Это самое главное. Каждое утро на частоте 101,7 FM вы слышите голоса Саши Смолиной и Дениса Глушенко, которые заряжают хорошим настроением на весь день. Вообще Иваси для города Владивосток это такая знаковая рыба. То есть было время, когда она просто ушла с побережья. И говорят, что весь флот просто караул пел. Тут все не знали, что ловить, что вообще делать. Как так? И вот прошло лет 20, наверное. Рыба, говорят, вернулась к берегам. А это хороший показатель. И вот почему-то так вот вдруг неожиданно срифмовалось ВиБиСи и Иваси. И прижилось, и осталось. Хотя, если честно, я была против. Ну, я все-таки настоял, да, потому что я как раз в это время был на рыбалке, когда это все начиналось. Я немножко позже присоединился к Ивасям. Вот. Да, действительно, Иваси стали ловиться. Ну, и поэтому они теперь ловятся на 101,7 FM. Каждый день они работают в режиме реального времени, делая интересные эфиры, которые находят отклик у слушателей. Кстати, по поводу запоминающихся эфирм. Адмирал. Да, был у нас. Летчик у нас был. Был летчик-испытатель. Был бывший командующий Тихоокеанским флотом Константин Сиденко по случаю дня военно-морского флота. У нас очень много путешественников, мото-путешественников, авто-путешественников, путешественников-любителей. Ну, цирк, понятно, это вообще наше все. Мы артистов любим. Актеров очень много приходит. То есть, ну, вот, как можем, разнообразим, да, и очень стараемся не повторяться. Человек, который всегда остается, так скажем, за микрофоном – Катя Кнаб, редактор Ивасей. Именно она выстраивает шоу таким, каким слушатели его любят. Ведущие данного шоу очень талантливые, харизматичные. И несмотря на любые обстоятельства в жизни, может быть, за окном, они каждое утро просыпаются и каждое утро шутят, радуют людей. И поэтому мне с ними очень комфортно в том плане, что у нас схожее чувство юмора. Я понимаю, какие темы могут быть им интересны, что они смогут обсудить. Вот это прям самая здоровская работа. Люди, которые говорят на одном языке со слушателями, живут теми же проблемами и радостями. Денис Глушенко. Радио можно выключить, но его нельзя выключить в себе. То есть, это магия, которая, ну, если ты один раз попробовал, она всегда с тобой. Уходишь ты, приходишь, возвращаешься, это всегда остается здесь внутри. Эти волны, эти эмоции, ну, непередаваемо. И Саша Смолина. Радио – это не профессия, это диагноз. Отметим, что всю эту неделю будет проходить праздничный марафон. Для активных слушателей ведущие подготовили подарки. Так что настраивайтесь каждое утро с 8 до 11 на волну 101,7 FM. Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.